Привет! Продолжаем находиться на самоизоляции и верить, что скоро все начнет меняться к лучшему. 16 мая в Германии возобновляется немецкая футбольная Бундеслига. Без зрителей. И от того, как пройдет чемпионат Германии, многое зависит для всего спорта в целом. Если коронавирус не будет распространяться среди немецких футболистов, то, я уверен, и в других странах спорт постепенно начнут возвращать. У нас тоже все устали. Президент регбийного клуба «Красный Яр» Сергей Чапров говорит, что парни рвутся в бой. Но пока здоровье дороже. Это наш спорт. Сегодня в программе. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Наталья Аристархова показала, как надо тренироваться в период самоизоляции. Сразу с тремя опытными волейболистками заключил контракты Енисей. Мария Фролова, Мария Филиштинская и Анастасия Самойленко как лекарство от места внизу таблицы. Михаил Пашкин рассказал, какой будет атакующая линия хоккейного Енисея в новом сезоне. Начнем с того, как сейчас приходится тренироваться спортсменам и как тренеры работают со своими воспитанниками в удаленном режиме. На примере легкой атлетики и каратэ кёку-синкай. Знакомьтесь, Наталья Аристархова, мастер спорта международного класса в беге на средние дистанции. Трехкратная чемпионка России, участница чемпионатов мира по легкой атлетике в Москве, Сопоте и Пекине. Призер командного чемпионата Европы. Специализируется на дистанциях 800, 1500 и 3000 метров. Сейчас Наталья вынуждена заниматься в одиночестве. Каждый день по два часа. Мы сейчас находимся в режиме ожидания. Делаем по одной тренировке. В таком поддерживающем, установительном режиме. Особо на загрузку мы пока не переходили, потому что мы не знаем, когда у нас первый старт. Календарь еще не утвержден. Поэтому ждем. Наталья говорит, это минимум, что можно сделать сейчас. Все-таки настоящий тренировочный процесс – это не только растяжка, разминка и пробежка по набережной Енисея. Аристархова уже пропустила два важных старта – чемпионат России по кроссу в Суздале и командный чемпионат России в Сочи, готовясь к Олимпиаде. Игры перенесли на год, значит, шансы хорошо выступить в Токио остаются. Надо усиленно готовиться, даже в период коронавируса. Мечты по тому году не сбудутся уже. А выступать планирую, да, пока на чемпионате России основной старт. К нему готовимся. Ну, еще не готовимся, а ждем подготовку. Раз, два, раз. Старший тренер спортивного отделения по каратеке Кусинкай Роман Плесунков – один в пустом зале. Но по видеозаписи ведет тренировки со своими учениками. Требования передаются ученикам даже так. А ты сделай так, чтобы я тебя в полный рост видел. Я только от колена и выше вижу. Остальные где у нас? Сделайте это полубоком, либо боком, чтобы я вас видел. Руки-ноги согнули. И максимально напряжение, диагональная рука, нога выпрямили. Вдох, следим за дыханием. Роман Плесунков работает сразу с восемью воспитанниками. Все это члены сборной страны и края по кёку-синкай каратэ. Из-за пандемии они пропустили подготовительные сборы и несколько соревнований. И сейчас тренируются отдельно друг от друга у себя дома. Изменился и график занятий. Если раньше проводили по две тренировки в день, то теперь только одну. Некоторые аспекты в тренировочном процессе пришлось убрать, ввиду того, что тяжело в формате онлайн все-таки их контролировать. Больше, конечно, ушли на специальную физическую подготовку. Осенью подопечные Романа Плесункова должны выступить на всероссийских соревнованиях. Конечно, лучше тренироваться в зале, но пока только так. Без паринга, что для каратэ кёку-синкай, конечно, неприемлемо. Но зато можно держать физическую форму и ждать, когда тренер и ученики смогут работать на татами. Наша главная задача, чтобы все-таки после отмены карантина спортсмены были в оптимальной физической форме, чтобы мы могли в дальнейшем без особых потерь привести. Ну, естественно, ребята все в голос говорят, что хотя бы на этих два часа в зал попасть было бы намного лучше. Последнее место женского волейбольного клуба «Енисей» в Суперлиге заставило руководство команды подумать об усилении состава. Опора на молодых талантливых волейболисток – это хорошо. Но нужны были и опытные спортсменки, способные вернуть команду на утраченные позиции. Болельщики не успели забыть, что за последние три сезона «Енисей» занимал в Суперлиге третье, четвертое и пятое места. И вот шаги по усилению сделаны. Вернулась в Красноярск после годичного пребывания в Ленинградке доигровщица Мария Фролова, один из лидеров бронзовой команды и многолетний капитан «Енисея». Марии 33 года, но она обладает колоссальным опытом, в том числе и выступлением за сборную России. В составе «Казанского Динамо» Мария в 2014 году выиграла Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира. Несмотря на сравнительно небольшой рост для волейболистки – 178 сантиметров, Фролова часто берет завершение атак на себя, действует при этом эффективно и всегда с пользой для команды. 29-летняя центральная блокирующая Анастасия Самойленко и ее ровесница связующая Ирина Филиштинская переходят в «Енисей», чтобы перезапустить карьеру. У одной была травма, другая стала мамой. У них много общего. Играли в сборной, побеждали на универсиадах, играли в финале клубного чемпионата мира, выигрывали серебро чемпионата России в составе «Казанского Динамо». Если под стать лидером сыграют и молодые, талантливые красноярские девчонки, то у команды большое будущее. Хоккейный «Енисей» навел шороху в межсезонье. Вы только вдумайтесь, главная звезда полузащиты в мировом хоккее Максим Ишкельдин пополнил команду. Кроме того, еще одна звезда полузащиты, диспетчер Адам Гильям, также перешел в «Енисей». И свежая новость. Основной голкипер Московского «Динамо» Артем Драничников, между прочим, воспитанник красноярского хоккея, возвращается в родную команду. Что думает о межсезонье главный тренер команды Михаил Пашкин? Если взять, кого мы хотим пригласить и кого мы пригласили в «Енисей», все эти приглашения сделаны точечно. На месте последнего защитника планируют наигрывать Николая Конькова, перешедшего в «Енисей» из уральского трубника. Коньков и Драничников, безусловно, укрепят оборону. Но главное, как главный тренер «Енисея» видит атакующую линию команды. «У нас, я назову нас треугольник. В этом треугольнике на сегодняшний день, как мы это видим, будет играть Миргазов, Ломанов и Ишкельдин. И также в этот треугольник входит Безносов и Шарипов». Ишкельдину не будет сложно вписаться в командную игру с Миргазовым и Ломановым. Все трое прекрасно взаимодействовали в сборной России. А вот Адаму Гильяму отводится роль диспетчера атак, с чем он прекрасно справлялся в сборной Швеции. Пашкин хорошо знает возможности Гильяма, ведь он с ним работал еще в шведском «Хамарбю». Гильям большой профессионал. Сколько я с ним работал последние три года, пока не уехал, не принял вызов в Красноярске. Он, как я сказал, большой профессионал и тренируется очень много, индивидуально много тренируется и всегда хочет быть в хорошей физической форме. Он живет на стадионе, можно сказать так. Но хоккей – это его жизнь, и он никогда другим не занимался, как в Швеции. Некоторые работают, некоторые играют, как бы совмещают. А он выбрал свою линию и гнет ее. Сейчас до конца, я думаю, он будет пока не завершить карьеру. Но очень профессиональный и очень сильный игрок. В следующем сезоне в хоккей с мячом не будет явного фаворита. СКА нефтянник ослаб. Московская «Динамо» сохранила состав, как и водник. Усилился Енисей и Иркутская «Байкал Энергия». Времени до начала следующего сезона предостаточно. Но то, что он получится самым интересным за последние несколько лет, ясно уже теперь. Нельзя не сказать и о других видах спорта. На минувшей неделе официально объявлено, что сезон в ФНЛ продолжен не будет. А вот регбийная премьер-лига объявила, что 13 июня начнется сезон в чемпионате России по регби. Короткие новости. ФНЛ завершила сезон. Итоги подведены по состоянию на начало марта. Но почти все клубы остались недовольны. Красноярский Енисей 14-й никуда не вылетает. И ему, в принципе, уже можно начинать думать о следующем сезоне. Странно другое. Если 15 мая закроют премьер-лигу, тогда все логично. Ну а если нет, тогда в чем смысл не играть в ФНЛ? В таком случае Химки и Ротор получат путевку в премьер-лигу. А Торпеды и Чертанова нет. Хотя между командами минимальный разрыв в очках. Но, судя по календарю, например, у Торпеда самый легкий календарь игр. Говорят, что москвичам могут добавить три очка за несыгранный матч с Армавиром. Но тогда среди недовольных будут уже химчане. Но они могут спросить, в чем тогда спортивный принцип? В общем, у футболистов вновь интриги. ФНЛ вроде бы закрыли, а решение пока не принято. У регбистов все проще. Они хотят начать чемпионат 13 июня. Об этом заявил председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. Регбистов подстегивают сроки. Но и не только. Если чемпионат России начнется в середине июня, то это, вполне возможно, будет единственная лига в игровых видах спорта, которая будет радовать россиян во время борьбы с коронавирусом. Представляете, какой эффект и как поползут вверх рейтинги. Безусловно, интереснейшего вида спорта, явно пока недооцененного в России. Но для этого надо, чтобы коронавирус стал отступать, и власти разрешили играть без зрителей. Здоровья спортсменов никто подвергать риску не будет. Это была программа «Наш спорт». Всех еще раз хочу поздравить с великим праздником Днем Победы. И в заключении смотрите видеоакцию «Флаги Победы» на Центральном стадионе Красноярска. Встретимся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok